А почему, говорят, житницы в Сибири? Да потому что здесь бескрайние поля пшеницы, подсолнечника, свёклы, ящминя, гречки, чего только нет. У нас и горы, это Алтайская автономная республика, а здесь конца края нет. Вот у меня рядом сосед живёт, он один. Сначала там 5 гектаров было, 10, сейчас у него 6700 гектар. Ой, молодец, дай Бог здоровья ему. Да, представь себе, сколько он даёт. Так у него урожай раза в три больше, чем у колхоз, в котором он живёт. У него больше, чем во всём колхозе. Евгений Долгов. Понятно. Вот. Почему? Потому что человек, который приближается к Богу, он любим Богом. А сам по себе человек – это слабое создание. Дунуло, задержало. Это всё понятно. Делайте добрые дела, и будем всем и к Богу ближе. Но чтобы быть с Богом в вечности, нужно уверовать, что Христос умер за наши грехи. Что Он воскрес для нашего оправдания. Это понятно. Пост держали, великий вы? Как говорите? Я говорю, строгий пост держали вы. Обязательно, у нас пост. Мы все исполняем. У нас община. Ну, можно сказать, только Господь мог так создать. У нас за деньги ни крещения, ни свечи, ничего этого нет. Деньги вообще отсутствуют. И с тарелкой никто не ходит. Молодцы. У меня брат священник. Да. Мы по-другому всё ведём. Хотя мы православные. У нас митрополит приезжает, служит алтайский. До этого были сложные отношения. А теперь прислали другого, митрополит. И всё сразу изменилось. Господь услышал наше воздыхание и так вот сделал. Вот мы строим православную деревню с нуля. А разрушено 21 тысяча селений в России-то. Мы пока единственные. Мы сразу разговариваем с человеком. Если он не пьёт, не курит, не матерится, не ворует, не лжёт. Первый разговор. Я как-то в краевой администрации сказал. Они говорят, а у нас тут ни одного нету такого. Статистика врёт. Женщины ругаются. Мужчины все курят. Ну, что сказать на это? Ясно, ясно. Ладно, видите, как Бог нам послал вас. А вот вы зайдите на наш Ютуб во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Повторяю, там у нас 15200 роликов. Но если вы зарядите и найдёте, а потом можете эти же слова зарядить через Google сайт. А сайта нашего вообще нет в мировой сети такого. Там 50 книг, аудио мной насчитаны. И Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. Интервью я брал у репрессированных. Меня за это... Ну, посмотрим, посмотрим. Во свете Библии, да, называется? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Мою фамилию добавит, чтобы она открылась. Вот сайт наш, повторяю, сайт. Там я отмечаю студентам на 4124 вопроса. Огромные вопросы. Это Библия, каноны, церкви, жития. Вот если зайдёте и интересуетесь, 55 папок там отдельно. Работа, семья, католицизм, ислам. Ткнёшь, там идут вопросы, как по книгам. В какой книге и где. Ткнёшь вопрос, теперь развертка идёт. Большая-большая работа там проделана была. Ну, понятно, да посмотрим, посмотрим. Давайте. Ладно, хорошо. С Богом. Хорошо, до свидания. До свидания. В Библии написано, кто хочет верить, пусть верит. Кто не хочет, пусть не верит. Он не заставляет, чтобы он не может верить в это. Я верующий, но я никого не заставляю. Не надо заставлять, вы обязаны в голове встать. Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Как это так? Если хотите. То есть, это как бы вера в том, что если человек хочет. Ну, если не хочет, то как бы... Он пускай не хочет, но он должен услышать, что Иисус возлюбил её и умер за его грехи. Я ничего не доложил. Ничего не доложил. Прямое указание. Идите и проповедуйте Евангелие. Кого я должен слушать? Христа? Или вас? Воистину воскресе. Слава Христу. И вот смотрите. Ладно, ладно. Мы людям возвещаем Слово Божие, чтобы покаялись и верили в Евангелие. Потому что Содом и Говоры здесь. Это хорошо. Это хорошо, когда есть вера. Это хорошо. Это хорошо. Но те, которые нас опускают вниз, да, которые наши деды сражали за нас, они не смотрят на Библию. А всех сказать не можем, пока мы им не сказали Слово Божие. Я понимаю, что все ответят, да. Но как-то я не хочу, чтобы мой ребенок, который родился, жил вот в этой стране великой. У нас нету Родины. Мы потеряли все. Нет, 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 нет. Нельзя так говорить. Нельзя. Зачем же? Я понимаю, нельзя. Но вы же понимаете сами, да? Ну, вы в Европе думаете, что все хорошо? Ювенальная юстиция, только у французов 2,5 миллиона детей отняли. Что значит, что значит, что все хорошо? Мы натворили на Украине делов. Дети умирают. А где это вы живете? А? Где живете, что дети умирают? В России я живу. Не у нас, на Украине. На Украине, когда мы туда влезли. Я про Украину не знаю, потому что я только проезжал, не жил. Мы живем на Алтае, Алтайский край. Мы строим православную деревню. Православную деревню-то. И голодных ни одного нету. Мы сами обрабатываем, сами столбы ставим, дороги, пруды. Все сами делаем. Держат скотину. Молодцы. У нас поселиться можно, не поселиться, а разговариваем. Я всегда кажу, что не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Ну, это просто уйти от проблемы. Нет. У нас школа государственная открыта. Они же достанут. Не достанут. 27 лет. Еще раз говорю, они приезжают у нас и слушают. Ну, и зачем я буду говорить неправду? И у нас... Не, 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 я никому не говорю, я никому. Я всегда в люди верю, я всегда вижу в них. Хорошо. В России уничтожено 21 тысяча поселений. Берите новое место пустое. Регистрируйтесь, получайте землю. И начинайте работать. Я вам не теоретик. У нас в нашей стране деревня, деревня, люди, где жили в деревнях, бросают их. Там же бросают душу. Мы это знаем, мы знаем. Сейчас собираются налог вводить на постройки будка, туалет. Нет, это смеются над нами. Нет этого закона. Нету, нету. Он будет. Нет, не будет. Во Франции, во Франции, когда хотели поднять цену на бензин, и люди встали, цены не подняли. А нас... На бензин подняли, не на туалет. У нас все есть. Мы живем хуже всех. Ну, ладно, ладно. Вас не переубедишь, но я вам сказал, это над нами смеются, а мы что не прочитаем, проглатываем. Нельзя так. А мы молимся за правителей. Господь сказал, молитесь за царей, за начальствующих. Чтоб Бог дал им страх Божий. Чтоб дали достойно жить народу. Мудрые законы, чтоб принимали. Мы молимся по повелению Божию. Дай Бог, что ваши слова дойдут куда надо. Доходят. У меня книг вышло 38. И видели в библиотеке у Путина. Подарил Медведеву, патриарху. А эти книги, дальше я Библию насчитал. Я его послал. Он дороги летит где-то и слушает. Понимаете как? На человеке точку нельзя ставить, пока он живой. Я все понимаю. Вся жизнь не такая. Ну, у нас отец с фронта вернулся, а вот так руки нету. И у нас в семье было 10 ребятишек, 5 парнишек, 5 девчонок. И мы ни разу не слышали, чтобы наши родители куда-то собирались ехать или ругали власти. Этого не было. Никогда. Мы просто благодарим. А мы жили бедно-бедно. Власть была. Ну, вы же сами себя понимаете. Ну, вы же все видите. Вы же все видите. Я вижу, вижу, вижу. Но я знаю выход. Ладно, ладно. Но ты не... Хорошего дня. Я тебе неплохое говорю. Что ж ты будешь там кряхтеть, пыхтеть. Только кому на руку? Навальному? Не надо кряхтеть, пыхтеть. Не надо. Надо просто сказать, что мы есть. Есть мы. Только не ругайся. Я вижу, ты уже разгорячаешься. У нас не забывали. А нас забыли. Так не ругаться можешь? Чтобы не ругаться. Что я вас не отрицаю. Я вас не отрицаю. Вы что говорите? Правду говорите. Но выход у вас... Да, 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 да. Я вас понимаю. Это правда. Скажите, я сейчас скажу. Извините. Я с вами согласен. Смотрите. У меня пенсия за 35 лет трудового стажа 8141 рубль 33 копейки. Вот. Вот. Вот она. 30 лет. 35 лет стажу. 35 лет стажу. Я на стройке работал. Я смс отправляю со словом «добро», чтобы ребенку, вылечить ребенка. Смс со словом «добро». Отправляю. Ну вот у нас деревня. У нас страна богатая. Наша страна богатая. А ее разворовали. Почему наше правительство не может не положить себе в команду? Наши депутаты питаются красной икрой в столовой за 120 рублей. Все доказано. Все есть. Это все есть. Сами знаете, как раньше нельзя было критиковать власть, да? Знаете, за это можно было под арест попасть. Знаете, если... В интернете. В интернете. Все. И почему-то наш любимый президент, которого мы очень любим и ценим, он это видит. Почему не прилипает? Выход какой? Куда-то бежать? Почему не блокируют это? Так. Выход какой? Бежать куда-то надо? Из страны? Не надо бежать. Не надо бежать. Надо открыть глаза. Ну открыли глаза. Я говорю, что страну перекачали в Израиль, да в Америку перекачали. Всю страну перекачали. Ну выход-то какой? Бери землю, начинай работать. Благодари Бога. Нет, выход другой. Выход спросить за свое. Мы доверились этим людям. Да. Мы доверились. А мы не доверялись им никогда. А? Мы не доверялись этим людям никогда, ни на один день. Они неверующие. Ну, за нас решалось всегда все, да. Это все правильно. Мы не голосуем. Мы не голосуем. У нас служба альтернативная. Очень надо работать. Я на работе. Ну ладно. Я пытаюсь покормить семью за 36 рублей в час. Так, в сайте, если зайдете, Игнатий Лапкин. Дай Бог, что ваши слова, дай Бог, они дойдут и будут услышаны. Слушайте, внимательно. Если вы зайдете, Игнатий Лапкин, в скайпе, заходите на меня, если вопросы будут. Игнатий Лапкин, в скайпе. Я понял. Всего хорошего. С Богом. С Богом, Павел. Людям рассказать о Боге, о вечности. До чего жить. И что, слушают тебя? Ну, я 83-й день нахожусь здесь. Да, слушают, есть. А, молодцы. Паждые секунды сейчас отойду. Вот, я слушаю. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слава Иисусу Христу. Благодарю тебя, Господи, за хороших людей. Мы рассказываем о жизни, о Боге, отвечаем на вопросы, указываем на небо. Надо думать о том, когда умрем, где мы будем. Что там, деду говоришь? Да я вот вашему соседу говорил. Мы говорим людям, чтобы задумались о смерти, где они будут после смерти, в раю или в аду. А это зависит от нас. Если Христос умер за нас, мы приняли его жертву, он искупил нас. Мы его, мы должны жить по его заповеди, мы себе уже не принадлежим. А вот он мусульманин. Он мусульманин. Ну, да пускай идет сюда мусульманин. Пусть считает. Что написано? Коран. А здесь что написано? Ну, это же самое, наверное. Бог един там или что-то такое. То есть считать не можете? Я не могу считать. Вот он мусульманин. Ну-ка, мусульманин, пусть подойдет, просчитает. Давай. На первой стороне книги Коранда. На первой стороне книги Коранда. Сейчас, сейчас, сейчас не могу читать. Вот. Вы уже у меня сто восемьдесят, наверное, сто шестьдесят пятый мусульманин. Ни один не может просчитать. Вы такие же темные, как и мы православные. У нас на церковно-славянском ничего не понимают, стоят. Мы одинаковые с вами. Ну, что? У вас какие-то вопросы, может, есть? Что-то вас так развернуло-то от меня. Я же говорю о Боге. Ребята, это так важно. Конечно, хорошо, что вы одетые. Все-таки не такие, как... Тут мужики валяются, никому не нужные. А ты что, дед, религиовед, да? Нет, я проповедник-миссионер. Это как? А так, что мы несем благую весть. Вот у меня вышло из печати тридцать восемь книг. Я решил их подарить. Живем в Барнауле. Мы доехали до Владивостока. А потом книги забросили, границы, и дальше поехали до Лиссабона, Португалия. Прошли север, прошли в Скандинавию, Прибалтику. 650 городов посетили. Я везде дарил полный комплект. Мы подарили по нашим деньгам примерно 35 миллионов рублей. В библиотеке. А ты вот Коран показываешь, и это, и Библия. Да. Это православное, это мусульманство. Это вообще же как бы... Ну что, что мусульманское? Нас мусульмане дорогой принимали, как родных. Мы в доме у мулы ночевали. Я ходил вмещать молился. А потом пошли молиться в православный храм. Она вообще... Какая старшая религия? Ну, христианство на 600 лет старше. 6 столетий. Мухаммад умер в 632 году. Мухаммад умер в 632 году. Вы верите, что Бог сотворил человека, и вы его хотите подправить. Бог не знал, что мешать будет. Ты очень умный, умнее Бога, да? А вот у меня они усы, они нигде не мешают мне, нормальные. Я еще в армии был, уже с бородой. Я не придумал бороду, ты я не придумал. Я в бороду делал бороду. Да какое у тебя все брито там, не видать ее даже. Вот она, борода. Да вот она где. Борода, вот она где. Вот, у тебя ничего нету, нету. Не усопни сбоку. Вот она, борода. Это осколок бороды. Вот я сейчас бороду уберу и скажу, вот это вот внизу у меня борода. Вот это вот. Вот это борода. А это-то куда деть? Не знаю. Ну как, не знаю. Не надо трогать. А это делает кто? Бабники. Подкаблучники. Которыми женщины руководят. Что делает? Бороды бреет. Блудодейной ересью занимается, как протопопа в вакуум высказался. Нет, это моя личная инициатива. Мне никто не руководит. Нет, это баба тобой командует. Чего ты обманываешь меня? Нет. Э, нет. Они всегда говорят, я то-то, то-то и дальше начинает. Как тебя? Нет, мне вот через это, я на лосо брил, мне говорили. Тебе не идет на лосо, тебе не идет. Ну так ты-то сбрил весь подбородок, у тебя не только усопнятый подбородок, ты весь у тебя голый, как яйцо куриное. Да, ну. Ну ладно, ушли, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok